Добрый день, уважаемый зритель! Это третий ролик из серии видео об органическом землетелии на юге Украины. Сейчас на календаре 30 апреля 2019 года. Предыдущий ролик был снят 8 марта. Не снимал, потому что у нас по факту зима плавно переходит в лето. Весны нету. Поэтому особо не всходило. И я решил уже показать, когда будет какой-то результат. Конечно, здесь вы видите и сорняки, и седират растет. Это просто как доказательство того, что у нас в апреле, в мае идет бешеная борьба с сорняками. Поскольку люди в конце апреля уже у нас ходят в футболках и шортах. Поскольку на градуснике плюс 24 по Цельсию. Это восстанавливающий участок. Я буду тут убирать сорняки, компост добавлять. Не буду долго об этом останавливаться. Здесь посажена свекла, которая еще не взошла, потому что немножко садили поздновато. Это у нас зимний лук, который, как вы видите. Тут я жду, пока взойдут огурцы. Здесь у меня я посадил уже арбузы. Здесь вы видите картошка. Но это не самое высокое, там дальше будет. А вот здесь начинается самое интересное. Я, как и обещал, то покажу в этом ролике о том совмещении сада и огорода. И большинство деревьев, не считая того, что на заднем фоне, они были посажены на этом участке именно этой весной. Это яблони пять штуки посадил. Теща с косточек вырастила, подарила. Потом будем колеровать. И благодаря тому, что у меня есть деревья, посаженные в 2014 году, вы сможете увидеть, как по годам, поэтапно проходил этот процесс. Кстати, если вы заметили, то картошка уже окучена. Потому что здесь, на юге Украины, если ее правильно садить, то картофель мы окучиваем не в июне, не в мае. Картофель мы окучиваем в апреле. Теперь перейдем к этим интересным конструкциям. Это не развалины дома. На фотографии вы видите, я снимал ее в начале апреля. Это было сделано для защиты рассады. В частности, от холода я накидывал агроволокно. Я поснимал сейчас, чтобы на синий попадал свет. Это баклажаны у меня посажены. А вот это вы видите, здесь у меня затянена помидоры, они же томаты. Я посадил желтые сорта, потому что красные не очень люблю. Они не идут мне. И почему мы так делаем? Потому что, к сожалению, у нас на юге Украины так солнце печет в июне, как в Африке. Если не прикрывать рассада, полностью выгорает. Здесь у меня клубника. И вот как раз вы видите уже потихоньку сад, который был посажен в 2014 году. Чем больше деревьев, тем больше места я оставляю вокруг дерева. Я там ничего не сажу. И постепенно, получается, участок под огород сужается. Но я этой цели ставил, поскольку для нас с пругой огород, он довольно-таки большой. И вот как раз вы увидите, как можно совмещать сад вместе с огородом. Довольно практично. Нам это нравится. Это мы воюем с сорняками, потому что я понимал, что снять ролик в этот период полностью без сорняков, это очень тяжело будет, поскольку они быстро растут. Но я очень надеюсь, что если получится, не будет никаких форс-мажоров, то у меня, по крайней мере, есть желание и дальше снимать об органическом земледелии. Это ведь уже у нас подросший чеснок. Тут тоже будут убираться сорняки. Теперь немножко то, о чем мы удобряем. Я противник всяких пестицидов, фунгицидов, ускорителей роста и тому подобное. Здесь, вы видите, если поближе, это куриный помет. Это в бутылках уже разведенный куриный помет, который я добавляю в лейку. Это у меня куча с компостом. Я его насыпаю в решетку, и потом получается вот такой вот пересеянный компост, который я удобряю рассаду и вообще использую. Поэтому я листья не полю. Зачем травить себя и соседей? Все мне идет на компост. Так что, если есть вопросы, пишите в комментариях. Надеюсь, встретимся на ютубе через месяц. Всего хорошего. Спасибо за просмотр.